Я не спел вам в кино, хоть хотел. Даже братья меня поддержали. Там по книге мой Глеб где-то пел, и весь мур все пять дней протерпел, но в Одессе Жеглова зажали. Это строки и стихотворение, которое Владимир Высоцкий написал уже после съемок фильма «Место встречи изменить нельзя». Его творчество остается актуальным и в наши дни, а его вклад в развитие Одесской киностудии невозможно переоценить. Светлана Потапенко-Калугина снималась в фильме «Опасные гастроли» с Высоцким в 69-м, но с Владимиром Семеновичем она встречалась и до съемок. Его концерты в середине 60-х уже вызывали ажиотаж публики. Там актриса и получила первый комплимент от звезды. И когда он вошел, я стояла у окна, как-то так получилось, что вот первая встреча у меня была с Высоцким, вот таким образом. Он увидел меня и, не знаю, мне неловко об этом говорить, но такое было. Что за очаровательное создание? Познакомьте. Ну, вот так было. Свидание у нас, конечно, не состоялось. Я, конечно же, его дожди, а, дождись меня, он мне сказал. Тогда Светлана еще не считала Высоцкого эталоном красоты. Увлечение не получило продолжения, но новая встреча вызвала больше переживаний. Потапенко-Калугина одной из первых услышала песню, которую Барт посвятил Марине Владе. Высоцкий зашел с гитарой и говорит, ребята, послушайте, я только что песню написал, и никого нет, никого нет, некому послушать. Он нуждался в том, чтобы вот его выслушали. А сколько песен? 07. Девушка милая, как вы звали? Вот он исполнил эту песню впервые. Очень, конечно, вот этот момент мне очень запомнился. Очень тронуто я была тем, что вот как, казалось бы, на тот момент он уже, это был Высоцкий, не тот, что я слушала впервые в 65-м году. Это уже был более глубокий Высоцкий, с таким уже багажом более интересным. Не все песни Высоцкого широко известны в полной версии. Есть куплеты, навсегда вырезанные истории, оставшиеся на редких записях и в рукописях. Барт Олег Малонога собирает забытые тексты по крупицам. У него большая коллекция пластинок, кассет и книга Высоцком. К нему часто попадают руки-артефакты, в которых есть первоначальные версии песен. У меня есть друг, он, правда, сейчас в Киеве, раньше он тоже на телевидении работал, ваш коллега, он мне очень много приносил, тоже любитель Высоцкого. И вот как-то раз, я не знаю, насколько это правда, но во всяком случае это была рукопись, насколько я знаю уже почерк Высоцкого, где было в песне «Я не люблю», там есть такие слова «Мне только жаль распятого Христа». А первый вариант был «И мне не жаль распятого Христа». Например, песня «Диалог у телевизора». Последний куплет мало кто слышал. Ого, однако же гимнасточка. Глянь, что твари, хотя улетал. Хотя у нас в кофе-молочном ласточка. Официантка, может так. А у тебе подруги, Зим, все вяжут шапочки для Зим, акиньте скучных образин, дурей, Зим. Как Вань, Авилька, Федосеева, кассир, шаица, пока он. Ты не приставал на новоселье, не помнишь, ну? Она так тоже ничего. И ты бы, Вань, сходил к друзьям, принес хотя бы кошку нам. А то он выставился в экран. Ну как пора? Это звучит один раз вообще в записи. Это и есть, я нашел это, поэтому я использую это. То есть это какие-то внутренние записи, там, квартирников? Нет, скорее всего это... Ну там сейчас не поймешь, когда на бобильном магнитофоне это записано, не поймешь, где это. Ну, я думаю, что это единственное продолжение, которое просто было. На Одесской киностудии Высоцкий снимался в таких картинах, как «Опасные гастроли», «Короткие встречи», «Вертикаль» и «Место встречи изменить нельзя». В этих фильмах также звучат его песни. Он очень любил дарить свои песни обществу. И вот мы сейчас с вами находимся в пятом съемочном павильоне, который является музеем кино. И за стеной пятого съемочного павильона был когда-то звукоцех. Тон отелье большого. Именно там записывал Владимир Семенович свои песни. И когда здесь, где мы с вами находимся в инсталляции кинофильма «Опасные гастроли», снимали этот кинофильм 50 лет назад, Георгий Юнвард Хирькевич, именно многие песни, записанные там, были использованы в этом кинофильме. Светлана Потапенко-Калугина в фильме «Опасные гастроли» играет дочь генерал-губернатора Ивана Переверзева. И хоть у ее персонажа не было слов, актриса получила известность благодаря этой картине. В одной из сцен она стала настоящей музой для классика. Мы снимали в Тюзе, в старом Тюзе, в переулке Чайковского, ночная съемка была. Все пошли на перерыв, всех отпустили, снимали главный крупный план Высоцкого на сцене со свечами. Если вы помните, заключительная песня там идет из свечи нас. И Владимир Семенович попросил меня не уходить, а посидеть в ложе, чтобы он на меня, так сказать, поиграл, что ли. Чтобы я ему, ну как бы муза в какой-то степени была на тот момент. Вам вечным холодом и льдом сковала кровь, от страха жить и от предчувствия кончины. Одной из главных работ, которая стала визитной карточкой как самого Высоцкого, так и Одесской киностудии, является картина «Место встречи изменить нельзя». Образ начальника оперативной бригады отдела по борьбе с бандитизмом Глеба Жеглова будет всегда отображать стойкость духа и расчетливый подход. Интерьер его кабинета сохранился в музее кино. Так как мы сейчас находимся с вами в отделе борьбы с бандитизмом, вы наблюдаете здесь стол следователя капитана Глеба Жеглова. И стул, который стоит вот за столом, это и стул Владимира Семеновича Высоцкого, на нем он сидел. Это прототипы плакатов, а вот «Черная кошка», именно так Станислав Сергеевич Говорухин хотел назвать свой кинофильм, но все-таки ему сказали, что «Негид, ты придумал черную кошку, вместо встречи изменить нельзя», все-таки лучше было бы название. На площадке Высоцкий отдавался полностью, рассказывают члены съемочной группы. Выходил из себя разве что из-за грязного кадра. Мы снимали по 3-4 дубля, никогда больше не снимали. И я тогда работал со съемочной камерой, и очень часто, что третий или четвертый дубль снимали по вине камеры, когда появлялась грязь в рамке. И за эту грязь в рамке как раз должен был отвечать я. И мне приходилось иногда выступать таким образом, что мне приходилось, уже был дубль снят, он устраивал Говорухина, устраивал съемочную группу, устраивал оператора. Я лез в камеру вот такую, конвас, доставал кассету, там оказывалась грязь в рамке, и говорил, грязь в рамке. И я был такой представитель цеха съемочной техники, который мог испортить любой дубль. Поэтому Владимир Семенович изредка подходил ко мне и говорит, грязь в рамке убью, сразу говорю, я предупреждаю. Были такие случаи. А за пятым павильоном расположена та самая лавочка, на которой выходили представители съемочной группы, место встречи изменить нельзя. Они здесь отдыхали и настраивали свои мысли для новых и успешных сцен. Владимир Семенович просто вот так садился и наслаждался прекрасными видами Одессы. Он всегда будет жив в сердцах его поклонников. Дмитрий Богомолов, Юлия Пального, телеканал Репортер.